Музыка Когда-то Кобякова было в ведомстве Министерства обороны. За это время здесь накопилось немало проблем. После передачи муниципалитету поселок начал меняться, говорят местные жители. Городок преобразился, надо сказать, и дорога. За нее большое спасибо, потому что мы ходили в сапогах в резиновых. Было освещение, мы теперь можем гулять не только на площадке, но и куда. За площадку отдельное спасибо, так как четверо внуков понимают, что теперь можно. А старший позанимается на спортивные, дети маленькие здесь. Детская площадка появилась в Кобяково в 2019 году. Спортивная в этом. Остался небольшой участок земли, который не затронуло благоустройство. Возможно, скоро перемены произойдут и там. На освещение мы добавим лавочек, еще вот эти свободные участки можем... Подумать, чем благоустроить, но это предложение жителей. То есть, теннисные столы сейчас тоже действительно популярны. Может быть, столы для тенниса, а может и шахматные. Благоустройство проведут с учетом пожеланий жителей. Установят видеонаблюдение. Но самое главное, поселок попал в программу социальной газификации. Запуск голубого топлива в ближайшей перспективе, говорит представитель Мособлгаза. После того, как мы соберем документы. Ну, ориентировочно есть какие-то... Ну, в основном у нас идет месяц два-три после строительства. То есть, мы построили внутри границ земельного участка. Мы собираем все документы, то есть, заявительно представляют все документы на газовое оборудование, акты все. Мы готовим проект, полностью техническую документацию. После этого мы осуществляем топорку газа. В Кобяково в программу социальной газификации попали 44 дома. Сейчас идет оформление документов. Это может занять некоторое время. Ведь у многих дома в собственности, а участок нет. Значит, нужно разрешение на то, чтобы провести газ по муниципальной земле. Администрация округа поможет решить этот вопрос в кратчайшие сроки. Евгения Августина, телекомпания Одинцова.